Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире Люберецкого районного телевидения программа «Открытый диалог». Сегодня мы обсуждаем увеличение суммы ежемесячного платежа за капитальный ремонт. Чтобы понять, почему произошло повышение цен, мы пригласили в студию заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО ЛГЖТ Сергея Константиновича Жулина. Сергей Константинович, здравствуйте. Добрый день. Прежде чем приступить к обсуждению этой темы, предлагаю посмотреть сюжет про капитальный ремонт, как он происходит и какие нововведения есть в этой сфере. Начнем с того, что плата за капитальный ремонт дома вводится на всей территории России. В каждом регионе утверждена своя программа и график проведения капитального ремонта дома, а также утвержден минимальный тариф. Власти Подмосковья утвердили минимальный тариф 7 рублей 30 копеек с квадратного метра. Естественно, возникает вопрос, кто же эти деньги будет собирать. Сумма даже с одного дома получается приличной. Жилищный кодекс определяет два способа. Взносы на капремонт можно перечислять на специальный счет дома, открытые кредитные организации, или на счет регионального оператора. На специальном счете могут накапливаться средства только одного многоквартирного дома. Формирование фонда капитального ремонта у регионального оператора означает, что взносы собственников становятся имуществом регионального оператора. Все денежки собираются в общий котел. Региональный оператор Подмосковья – это некоммерческая организация фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Она создана правительством Московской области, а попечительский совет фонда возглавила министр строительного комплекса Марина Оглоблина. Сохранность средств регоператора гарантирована бюджетом. Средства учитываются регоператором отдельно по каждому собственнику. Каждый собственник в любой момент сможет проверить, какая сумма собрана, сколько и на какие работы были потрачены. Собственникам не придется самим заниматься текущими вопросами. Региональный оператор сам по конкурсу выбирает банки, аккумулирует средства, выступает техзаказчиком, финансирует расходы на капремонт, предлагает собственникам на утверждение предложения по капремонту, привлекает и контролирует подрядчиков. Средства, собранные с населения, не могут быть направлены на содержание регоператора. Его расходы оплачивает государство. Выбрать такой способ могут собственники всех многоквартирных домов, включая те, в которых есть СЖ и ЖСК. Регоператор вправе использовать средства, собранные одним домом, на ремонт другого, кому ремонт нужен раньше. Правда, такое перераспределение возможно только в рамках одного муниципального образования и только на возвратной основе. Надзор за соблюдением регоператором обязательных требований региональной программы капремонта осуществляет Госжилинспекция. Решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта должно приниматься общим собранием, количеством голосов не менее двух третих от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Открыть его можно в Российском банке, величина капитала которого должна быть не менее 20 миллиардов рублей. Список таких банков публикуется на официальном сайте Центробанка Российской Федерации. Владельцем спецсчета может быть ТСЖ и ЖСК. Собственники, чьи дома обслуживаются управляющими компаниями, могут оформить спецсчет на счете регионального оператора. В этом случае функции рекоператора сводятся к открытию счета, причем он по закону не имеет права отказать в этом собственникам. Распоряжаться средствами такого спецсчета рекоператор не может, и это делают сами жители. На спецсчете аккумулируются средства собственников конкретного дома, и только на его ремонт они могут идти. Сами собственники предлагают и определяют срок начала ремонта, перечень и стоимость работ. Собственники дома полностью распоряжаются средствами на спецсчете, при этом и полная ответственность лежит на них. Надо будет работать с банком, страховать счет, искать подрядчиков, проверять сметы и принимать работы. Сергей Константинович, после просмотра сюжета мы вновь возвращаемся в студию, ну и предлагаем начать нашу беседу. С 1 мая 2014 года в платежке за жилищно-коммунальные услуги появилась новая графа за капитальный ремонт жилых зданий. Что оно под собой несет? Во-первых, это повышение каждый регион нашей страны устанавливает самостоятельно. То есть Московская область установила предел размера взносов на капитальный ремонт в размере 7 рублей 30 копеек. В других регионах страны размеры взноса отличаются от Московской области. Необходимость введения данного взноса была обусловлена тем, что на самом деле жилищный фонд в стране находится в плачевном состоянии. И организация капитальных ремонтов, вот тем способом, который она велась до введения этого закона, а это было на основании решения собственников жилья полностью, проведение ремонта было затруднительно. Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, был введен данный закон. Как мы будем оплачивать эту сумму? То есть она будет включена в общую квитанцию или выставлена отдельным платежным документом? И вообще, по-моему, есть уже практика. Первый месяц прошел, какие квитанции получали жители? Ну, во-первых, форма выставления платежных документов может быть разнообразной. Во-первых, скажем так, в нашей организации эта сумма введена в платежный документ. Может быть отдельная квитанция на оплату этих взносов. Также может выступать в роли платежного агента совершенно другая организация. То есть, допустим, это может быть ЕРКЦ Московской области. Региональный оператор Подмосковья – это некоммерческая организация. Расскажите, пожалуйста, о схеме передвижения денежных средств. То есть, как и раньше, мы будем получать платежки от Люберецкого городского жилищного Треста, а уже непосредственно сотрудники Треста перечислять эту цифру в 7,30 дальше региональному оператору. Или нет? Ну, я бы хотел еще раз вернуться к размеру платежа в 7,30. Потому что, если брать тот же личный фонд, который у нас находится в управлении, то размер платежа 7,30 все-таки нужно смотреть, скажем так, более внимательно. Во-первых, жители тех домов, которые находились в управлении нашей организации, платили раньше взносы на капитальный ремонт в размере 1 рубль 7 копеек. Этого взноса, естественно, не будет. И, в принципе, и администрации города, и нашей управляющей организации уже принято решение о том, что мы с 1 июля не будем повышать наш тариф на содержание жилья. То есть, вот этот вот удар в 7,30, если можно так выразиться, мы постарались смягчить. Реально, мы не берем рубль 0,7, и если смотреть максимальные индексы допустимые роста тарифа, которые мы могли бы применить в этом году, они у нас для категории жилья со всеми удобствами составляли порядка 2 рублей 30 копеек. Мы их тоже не будем брать. Таким образом, вот, конечная сумма платежки, с учетом тех увеличений, которые могли бы быть, но мы их не вводим, она будет составлять не 7,30 по капитальному ремонту. То есть, строчка капитального ремонта, она останется 7,30. Но итоговая сумма будет составлять где-то порядка 400 рубля 50 копеек с квадратного метра. Так, все-таки, кто же теперь будет заниматься капитальным ремонтом? Капитальным ремонтом будет заниматься сейчас непосредственно региональный оператор. То есть, порядок проведения капитального ремонта определяет он. Он формирует программу проведения капитального ремонта, он собирает денежные средства на проведение капитального ремонта, он проводит конкурсы тендера по выбору подрядной организации на капитальный ремонт и осуществляет контроль за проведением капитальным ремонтом. Но это не значит, что мы останемся в стороне от этой работы, потому что соответствующие контрольные функции возложены на собственников жилья, на администрацию города. И мы, как управляющие организации, тоже выступаем, будем выступать в проведении тендеров, то есть брать на себя обязанность, как подрядчик, проведение капитального ремонта с одной стороны. Если будет приходить с стороны подрядная организация, то, используя рычаги в виде администрации, в виде жителей нашего города, мы будем принимать непосредственное участие в этом капитальном ремонте и осуществлять контроль. Потому что в принципе в своем, после проведения капитального ремонта, эта организация подрядная уходит, но эксплуатация жилищного фонда остается за нами. То бишь, если плохо делается крыша, через год она течет, ответственность за ремонт несет подрядчик, а жалобы от жителей будем получать мы. Так все-таки можно объяснить механизм, как это будет происходить? То есть если раньше мы понимали, нам приходит квитанция непосредственно из ЛГЖТ, например, из управляющей компании, и мы видим сумму, которую мы должны платить нашей управляющей компании за проведение каких-либо работ. И наша управляющая компания, видя ту сумму средств, которую она имеет, фонд, она распределяет эти денежные средства на те или иные проблемы, нужды и так далее. Как сегодня это будет происходить? То есть будет отправляться запрос дальше в региональный фонд? Или же из регионального фонда будут приходить средства опять-таки сюда, и здесь осажены? Как? Ну, значит, все денежные средства, которые мы будем собирать с населения, размер вот этот 7,30, мы полностью перечисляем региональному оператору. Региональный оператор из этих средств, не тратя ни копейки на свое содержание, формирует фонд капитального ремонта. Исходя из сформированного фонда капитального ремонта, создается программа капитального ремонта. Вот сейчас она создана на первое полугодие, ну, скажем так, до конца 2014 года. Если брать нас, то по нашей организации в эту программу вошли 44 лифта, срок службы которых составляет более 35 лет. То есть это лифты полностью изношены. И вот здесь плюс этой программы в том, что силами даже нашей организации одной провести столь масштабные работы в такое короткое время невозможно. Следующим шагом в сентябре месяце будет сформирована программа на 2015 год и на 3 года, в которую войдут остальные виды работы. Естественно, что мы тоже будем принимать активную участие в этой программе с такой целью, чтобы те дома, которые у нас стоят в плане капитального ремонта, в обязательном порядке попали в эту программу. Тем более, что, в принципе, денежные средства, которые заложены в этой программе, незначительно больше, чем те, на которые мы рассчитывали. А проблем по фонду достаточно много. То есть я вас правильно понимаю, что в связи с переходом на новую систему финансирования не будет перерыва в проведении капитального ремонта в каких-либо работах. То есть есть план, который уже запланирован на некоторый период вперед, и никакие работы, которые были запланированы в прошлом году, они не будут остановлены, приостановлены и перенесены на следующие сроки? Нет, перенос возможен, но с учетом того, что мы активно сейчас работаем с региональным оператором и находим там понимание, потому что несмотря на такой поток бешеной информации и работы у товарищей, которые работают в этом фонде, они относятся с вниманием и пониманием к вопросам управляющих организаций, мы надеемся, что мы со своими программами капитального ремонта спокойно войдем и в программу регионального оператора. Давайте еще раз повторим для наших телезрителей схему. То есть мы платим денежные средства в размере 7 рублей 30 копеек за каждый квадратный метр ежемесячно в общей квитанции. Сотрудники Люберецкого городского жилищного треста отправляют эту сумму региональному оператору. Но при этом выполняют все виды капитального ремонта здесь на месте, а те, в свою очередь, финансируют. Нет? Правильно. Региональный оператор формирует программу капитального ремонта, выбирает подрядчика на основании проведения торгов, на выбор заказчика, на выполнение этих работ. И уже за счет этих средств, которые поступили региональному оператору, выполняется работа капитального характера. Не будет ли задержки в получении денежных средств? Все-таки область достаточно большая. Ну, здесь все зависит, наверное, от платежной дисциплины жителей. И, ну, вот в настоящий момент есть уверенность, что эта программа будет выполнена. Ну, здесь, наверное, выбор должен быть за собственником каждого жилья, потому что у каждого разная, скажем так, исходная ситуация. Допустим, если дом 20 лет не проводилось никаких работ, естественно, что и дом достаточно маленькой жилой площади, набрать деньги на проведение какого-то более-менее существенного ремонта затруднительно. Допустим, пятиэтажка четырехквартирная – это год 200 тысяч. Затратный вид работы, он подразумевает собой траты в размере миллиона, полутора миллионов. Та же самая кровля, те же самые подвалы, фундаменты. То есть это невыгодно. Если дом новый, если он только вот образовался, то, наверное, есть смысл образовывать свой спецсчет, открывать. Но, опять же, нужно смотреть. Ну, это мнение собственников, это собрание собственников, проведение собраний, как они решат. Я вот, например, для себя определился так. Я посижу, подожду, пока не выйдет программа на полугодие, не выйдет программа на три года, посмотрю, есть там мой дом, нет там моего дома. Посмотрю программу там будущую. В зависимости от этого уже буду делать свой выбор. То есть вы предлагаете подождать немного и посмотреть, куда будет развиваться эта программа? Да, конечно. И потом, видите, у собственников жилья остается все время выбор. То ли они остаются в котловой системе, то ли они открывают свой спецсчет. Те деньги, которые накоплены на доме, они никуда не уходят, они закоплены за этим домом. То есть в любой момент можно провести собрание, эти денежные средства будут перечислены на счет дома. Тем более, что период перечисления этих средств, сейчас рассматривается вопрос о том, что это должно было быть через два года, сейчас это будет четыре месяца. Все-таки чаще всего о капитальном ремонте своих помещений и домов задумываются жители тех домов, которые уже стоят более 20 лет. Редкий, за редким исключением, покупая новую квартиру, ты думаешь о его капитальном ремонте, о его содержании. На ваш взгляд, жителям тех домов, у которых срок эксплуатации уже более 20 лет, не надо открывать свои счета и рассчитывать на себя, а все-таки включиться в эту программу? Это опять вопрос собственников. Если они решают для себя, что им быстрее будет произведен ремонт за счет того, что они сейчас какие-то взносы собирают из котла, так скажем, получают денежные средства на капитальный ремонт, который уже необходим, а потом будут эти денежные средства этими же взносами покрывать, то это, конечно, да. Для нового дома, это опять вопрос двузначный. Если эти деньги поступают в котел, не дай бог, какая-то аварийная ситуация или еще что-то происходит, значит, за счет регионального оператора вот этого котла эта ситуация сразу устраняется. Если нет, придет время, деньги все равно потребуются. Требуется ремонт крылов, постоянно. Требуется замена лифтов. Дом требует для эксплуатации денежных средств. От этого никуда нельзя деться. Если все-таки жители многоэтажных домов решили открыть свой собственный счет, как это можно сделать? Проходит процедура проведения собраний собственников жилья. Если более 51% собственников принимают решение об открытии спецсчета, вставляется соответствующий протокол, установленный в форму, передается в администрацию региональному оператору и открывается спецсчет. Для этого надо организовывать ТСЖ, ЖСК или не обязательно? Нет, не обязательно. Любой дом может открыть свой персональный счет, скажем так. Разница между открытием ТСЖ, ЖСК, между счетами, которые открыты дома на ТСЖ, ЖСК состоит только в том, что если они открывают свой расчетный счет, то они могут его и сами вести. То есть брать на себя дополнительную нагрузку по ведению расчетного счета. Выбора банка, выбора лицевого, выбора счета и выбора, так скажем, всех тех условий, которые необходимы для ведения расчетного счета. Ну как бы там ни было, для создания подобного счета нужен человек, который будет отвечать за денежные средства. Многие жители задаются вопросом, доверяем ли мы своим соседям. Как можно избежать плачевной ситуации в данном случае? Ну здесь опять же, это опять выбор собственников жилья. Соконодательство сейчас трактует решение этих вопросов только на основании решения собственников. Если проведено общее голосование, значит те люди, которые приняли участие в этом голосовании, проголосовали за, берут на себя ответственность и за то, что они доверяют тому лицу, которому отдают эти деньги. Второй не менее важный вопрос, который также интересует собственников жилья, это сколько средств должны иметь собственники квартир у себя, чтобы приводить те или иные виды работы? Хватит ли их? Ну, во-первых, мы подошли к вопросу и размера взноса на капитальный ремонт. Конечно, вот те взносы, которые, допустим, мы в себя собирали рубль 0,7, они бы нам не позволили провести масштабную замену лифтов по всему жилищному фонду. Они не позволяют нам сделать сейчас, допустим, хороший, качественный ремонт с утеплением фасада дома полностью. Это достаточно затратные вложения. Что касается стоимости ремонта, то предельные стоимости ремонта тоже определены региональным оператором. Они вывышены на сайте регионального оператора. И каждый собственник дома может посмотреть и ориентироваться, сколько денежных средств нужно для проведения тех или иных видов работы. Еще не менее важная тема. Люберецкий городской жилищный трест вошел в число лидеров управляющих компаний Московской области. Да, по рейтингу управляющих организаций, проводимому ГЖИ, наша организация заняла одно из лидирующих мест по организации работы. Как удается справиться с ситуацией расчета с ресурсоснабжающими организациями, при том, что должники у самого треста среди платильщиков есть? Да, у нас действительно нет долгов перед ресурсоснабжающими организациями уже на протяжении многих лет. И одним из достижений треста является то, что на протяжении последних 3-4 лет мы обеспечиваем сбор 100% сборов. Но, тем не менее, та долговая корзина, которая у нас имеется, это 230 миллионов рублей, к сожалению, у нас состоит без изменений. Для того, чтобы ее снижать, нужно обеспечивать дорого 105, 107, 110%. То есть брать старые долги. Вот за счет этой работы у нас, в принципе, нету сотрудности перед ресурсоснабжающими организациями. На Люберецком районном телевидении есть программа «Мой дом, моя улица, мой район». Одна из тем посвящена как раз-таки работе с должниками. Я думаю, что наши телезрители ее увидят и посмотрят, как ведется эта работа, и, может быть, захотят оплатить свои долги перед Люберецким городским жилищным трестом. Сергей Константинович, большое спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию, рассказать о работе сотрудников Люберецкого городского жилищного треста, о тех изменениях, которые есть в платежных квитанциях. Надеемся, что та работа, которая проводилась ранее, также будет продолжена, и наши люди будут радоваться, выходя на улицы, в подъезды и во дворы своих домов. Большое вам спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был заместитель генерального директора по экономическим вопросам Люберецкого городского жилищного треста Сергей Константинович Жулин. Вы смотрели программу «Открытый диалог». Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова